Приветствую вас, дорогой новичок! С вами Лилия Донскова. И в этом видео мы с вами начнем создавать первый инструмент для рекрутирования. Вы будете работать в Инстаграм. И для этого нам нужно будет создать 10 рабочих аккаунтов в Инстаграме. И для вашего удобства мы рекомендуем привязывать каждую страничку не к телефонному номеру, а к электронной почте. И сейчас мы с вами сделаем одну классную фишку. Поэтому создадим одновременно быстро несколько электронных почт, которые будут привязаны к одной основной. То есть вы будете создавать аккаунты, а вся информация, подтверждение и так далее вам будет приходить на одну почту. Это очень удобно. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Итак, поехали. Открываете браузер Google Chrome и в новой вкладке вбиваете «Яндекс.Почта». Выбираете первую открывшуюся вам вкладку. Открывается первая вкладка и вы нажимаете кнопку «Регистрация». Здесь вы вписываете свое реальное имя, фамилия. Придумываете логин. Вот здесь, внимание, фишка. В чем смысл? Переходите на английскую раскладку и печатаете несколько слов, коротеньких. И между ними ставите точки. Я буду писать свое, вы свое. Коротенькое слово. Неважно, в принципе, вообще что вы напишете, потому что вы эту почту никак не будете использовать, только для инстаграма. Вот, например, у меня будет такая. Лилу.миша.лера2017. Логин свободен. Теперь мы с вами пишем пароль. Рекомендую пароли писать везде одинаковые, чтобы не путаться. Дублируем пароль. Здесь вы можете или вписать свой мобильный телефон, получить код, ввести его, или указать, что у меня нет телефона. Сделать контрольный вопрос, например, фамилия вашего любимого музыканта. Далее вводите вот эти символы, которые вы тут видите. Так, и внизу нажимаете «Зарегистрироваться». Так, что-то неправильно было. Браво. Так, контрольный вопрос написали. Нажимаем «Зарегистрироваться». Так, отлично. Здесь мы пропускаем. Может сразу картинку установить. Продолжить. Начать работу. Что у нас будет с вами? Ваша почта. Вы ее копируете. Копируете. И теперь вам нужно будет открыть Google Диск. То есть вы нажимаете на такие сервисы. Открывается Google Диск. Если он у вас не установлен, установите. В обучении есть ролик «Как установить Google Диск». Далее вы нажимаете кнопку синюю «Создать». И выбираете Google Таблицы. И начинаете делать таблицу. Назовите ее сразу. Эту таблицу. Инстаграм. Чтоб вы знали, что здесь у вас все по инстаграму. В первой строчке вы пишете логин е-майл. Логин почту. Вот так проще напишу. Логин почту. Вставляете. Здесь сверху мы можем расширить. Здесь вы пишете пароль, чтобы не забыть, какой вы пароль присвоили. Тут можно выделить первую строчку, окрасить ее, чтобы было видно. Выделить жирным. И увеличить шрифт, чтобы выделялась первая строчка. Я еще всегда делаю таким образом. Выделяю все, нажимаю на квадратик «Граница», чтобы все было четко и красиво. Смотрите, придумали первый логин. Теперь что мы с вами делаем. Смотрите, возвращаемся в почту. Если вы, когда наводите сюда, на свою почту в правом верхнем углу, здесь открывается паспорт. Нажимаете на паспорт. И вот здесь адреса электронной почты. То есть вот здесь все варианты, какие могут быть с вашей электронной почтой. Вы их просто можете все скопировать поочередно. То есть первая у нас уже есть. Вы берете вторую. Переносите ее в эту табличку. Берете следующую. Копируете. Переносите в эту табличку. То есть таким образом, да, вы собираете сюда все свои новые почты. В чем фишка? Смотрите, вы будете каждый раз при регистрации указывать разные почты. Поочередно берете одну, вторую, третью. То есть для каждого аккаунта у вас будет одна почта. А для того, чтобы получать подтверждение, вам нужно быть только в первой почте, которую вы создали. На нее будет приходить вся-вся-вся информация. Так, вот мы все собрали почту. И что-то. Так, у нас тут какой-то не хватает. Ага, есть еще народ. Народ. Вот так, я вам подскажу. То есть вы сами можете здесь вот вписать на английском языке просто на род.ру тоже. Вот так вот, народ.ру. Смотрите, то есть мы с вами сделали несколько почт. Получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Семь почт. Вы теперь вот эти все почты копируете. Вставляете ниже. И вам ее нужно немножечко изменить. То есть вы два раза кликаете. И где у вас точка между первыми двумя словами, вы ее стираете и ставите тире. То же самое проделываете со всеми почтами. То есть первую точку меняете на тире. Ребята, смотрите. Это получается как новая почта. Но это ваша почта. И все равно все опознавательные письма, да, все подтверждения будут приходить именно на первую почту. Вот на эту, которую мы с вами создали. То есть она вот у нас тут выделена сереньким. То есть вы должны знать, что это ваша основная почта. Далее вы будете делать инстаграм. Сейчас мы сразу логин инсты, пароль, пароль, дата создания. То есть вы сразу можете заполнить эту табличку. Дата создания. Для чего нам это нужно? Дело в том, что 5 дней проходит модерация. И вот вы создадите почту. Мой аккаунт, например, сегодня 30 сентября. Сегодня создали. В работу этот аккаунт выпустится только 5-6 октября. Раньше нельзя. В следующем видео я вам покажу, как создавать с компьютера аккаунты в инстаграме и наполнять их. До встречи. Успешного создания почт. И пока-пока.